Славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из календарей 15 марта 2017 года среда, по одному из старинных 14 день месяца пробуждения природы, шестица 7525 лета. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме путешествия к озеру Шаманов. Вот такая вот загадочная тема у нас. И посмотрим, что из этого получится. А смотреть мы будем вместе с автором-сказителем Дмитрием Назаренко. Здравия тебе, Дмитрий! Здравия, Алексей! Здравия, радиослушатели! В анонсе там есть ссылочка, кто хочет воспользоваться ей. На фотографии к этому эфиру можете нажать, и перед вами откроется очень много фотографий, которые будут иллюстрировать нашу беседу. Ну, а для начала давай мы, наверное, представимся. Всё-таки поговорим, кто ты есть, откуда ты появился в нашем эфире, чем занимаешься по жизни. Вот давай немножечко о себе расскажи, чтобы радиослушатели и зрители канала YouTube могли с тобой как-то познакомиться и понимать, о чём с тобой можно говорить. Зовут меня Назаренко Дмитрий Владимирович. Я путешественник, фотограф, журналист, специалист под нетривиальным маршрутом, экзотическим экспедициям, малоизвестным достопримечательностям. Занимаюсь этим уже больше 10 лет, живу в Белореченске, Краснодарский край. Женат, двое детей. Вот так вот просто всё. Понятно. Хорошо. Почему, теперь давай следующий вопрос, почему тебе стала интересна тема путешествия к озеру Шаманов? Как эта тема у тебя родилась и при каких обстоятельствах? И дальше, может, к самому озеру перейдём. В 2011 году я впервые побывал на сей дозере, на Талавозёрской тундре Кольского полуострова. И с тех пор заболел севером. Был там в общей сложности пять раз. Практически каждый год ездил туда. И поэтому это меня место увлекло, завлекло и затянуло. Значит, кроме севера у меня есть ещё поездки Кавказу, по Кавказу, по Алтаю, то есть по миру. Но именно север как бы оставил такой отпечаток во мне, что тянет практически каждый год туда. Что касается, почему эта тема возникла на радио, у вас были уже темы про Лапландию. И мне хотелось своим рассказом именно просить дозера добавить красок в эту картину нашего севера и рассказать людям, сделать упор на том, как туда можно самостоятельно попасть, чем там занимались исследователи 19, 20 и нашего 21 века. Тема, я считаю, очень глубокая, интересная, связана напрямую с Гипербореей или Дарией. И я так думаю, что радиослушателям будет интересно узнать об этом месте подробнее. Мне тоже, на самом деле, очень интересно об этом узнать, что там расскажешь и поподробнее, потому что места, все, кто оттуда приходят, просто в восхищении. Все прыгают до потолка, говорят, как здорово, как здорово, что мы там побывали. И вот в следующий год обязательно туда пойдём. Кстати, в анонсе, тут был укор мою сторону, почему я разместил не с Сейдозера, а с Байкала картинку. Да просто понравилась мне картинка, вот хотелось красоту унести. На самом деле, конечно, картинки там другие. И я сейчас, вот пока Дмитрий будет рассказывать, я ещё пару картинок помещу, которые вот прямо буквально с нескольких минут до эфира Дмитрий мне ссылочки дал. А ты пока уже начинай рассказывать, что же вот по своему плану ты там подготовил, чтобы я одним ухом слушал, смотрел другим глазом в чат, а руками картинки размещал. Вот давай. Да, Алексей, поехали. Натуральный медвежий угол Европы – это Кольский полуостров, который имеет немало удивительных территорий. Человеческая деятельность там ограничена суровой северной природой. И одно из мест удивительных, оно расположено посреди внушительного массива лавозёрских тундр, где в подкове древних гор лежит священный водоём самов, загадочный Сейдявор. Сейдявор по-самски переводится на русский как Сейдозера. Лавозёрские тундры – второй по величине горный массив Мурманской области. Он поднялся в процессе Калидонского горообразования примерно 400 миллионов лет назад. То есть можно сказать, что это одни из самых древних гор, которые расположены на территории нашей страны. Лавозёрья является частью древней страны Лапландии, занимавшей огромную территорию от горла Белого моря через Финляндию, Швецию до Норвегии. Лавозёрские тундры представляют собой плосковершинные горы с наивысшей точкой 1120 метров. Это гора Ангвундасчор. Природа там довольно сурова. Выше 700 метров царит арктическая пустыня. Начиная с 400 метров горная тундра и затем с понижением высоты появляется леса тундры и, в конце концов, лесной пояс. Дмитрий, сразу отмечу, что картинки уже выложены. Как раз то, о чём ты рассказываешь. Карты, вот эти две, они выложены. Так что наши зрители и слушатели могут их увидеть в анонсе для того, чтобы понять то, о чём ты говоришь. Где что повышается, где что понижается. Отлично, Алексей. В последние годы на берега озера Духов прибывает масса туристов. То есть сейчас идёт буквально в этом, в прошлом, позапрошлом году идёт всплеск туристической популярности. За время своих поездок туда я не раз общался с людьми, например, встречавших там снежного человека. Разговаривал с теми, кому довелось пережить собственную смерть. Слышал о тех, кто пропал там без следа. Ну и от себя, так если в качестве вступления могу добавить, что это одно из самых красивых и необычных мест, которые я видел на свете. Си-Диавр является заказником регионального значения Мурманской области. Вблизи него нет дорог, жилья, сотовой связи и прочих благ цивилизации. Сам по себе район достаточно большой, территориальный, и его инфраструктура развита довольно слабо. Ну, если так приводить аналогию, то она застыла на уровне 90-х. В экономическом отношении Лавозёре считается довольно депрессивным местом. Люди постепенно покидают так называемый еврейский север, куда поехали многие за длинным рублем. Хотя огромные богатства там валяются буквально под ногами. Добраться туда можно по Мурманскому шоссе трассы М-18. И перед Оленьгорском, не доезжая Мурманска, необходимо повернуть к поселку Ревда и Лавозеро. Но об этом, как добраться, как добраться до конца дороги, потом как добраться до озера, мы поговорим поподробнее, наверное, попозже. А Лапландия это финский термин «лоп», который перешел в русский язык, то есть самов раньше называли до революции «лопари». Он означает «жители, которые живут, жители окраинной земли». То есть Лапландия – это край земли. И вот Лапландия за всю свою многовековую историю никогда не была отдельным государством. И в настоящее время ее территория разделена между Россией, Финляндией, Швецией и в какой-то мере Норвегией. Самые проживающиеся там, проживающие там, считаются единственным народом Европы, сохранившим, наиболее сохранившим черты первобытно-общинного строя. То есть еще каких-то 500 лет назад, до начала поморской волны колонизации этого края, быт Саамов основывался в основном на примитивных каменных, костяных, деревянных орудиях труда. По мнению академика Александра Ферсмана, работавшего там в 30-е годы 20-го века, миллионы лет назад Лавозерские тунды представляли собой огромный протовулкан. И если вот мы посмотрим на карту Лавозерских тундр, то сверху по форме они напоминают огромный кратер с озером Духов посередине. То есть такая буковка С с водоемом внутри. Не исключено, что вулкан этот не совсем погас, потому что раз в несколько лет Священное озеро выбрасывает на берег массу мертвого сига. Быть может, это следствие вулканических газов или залежи ядовитой руды, разрабатываемой здесь с 30-х годов. Но одна из научных версий предполагает, что мор рыбы происходит по вине микроорганизмов. Версия сейчас в науке считается базово. Хотя там есть немало вопросов, но тем не менее. Значит, Лавозерские тундры были открыты в 1887 году финской научной экспедиции Пальмина Рамзая. Тут я хотел бы отметить, что до революции финское княжество входило в состав Российской империи и восточные саамы не были разделены границы. В то время сеть озера, пока еще белое пятно Кольского полуострова, оно было неизвестно за пределами края. Сами саамы не спешили раскрывать свои культовые места чужезенцам. Однако вскоре после экспедиции Рамзая информация о Шаманском озере, где человек может стать жертвой арктической истерии, меречения просочилась во внешний мир. В 1922 году профессор Владимир Бехтерев, директор института мозга в Петрограде, командировал на Кольский полуостров одного из своих сотрудников Александра Барченко. Он поручил ему исследовать пресловутое явление меречения. Меречения представляет собой некую психическую аномалию, в результате которого местные жители и приезжие впадают в массовый психоз. Обычно меречения появляется во время совершения шаманских обрядов, но иногда может оно возникать и совершенно спонтанно. Также отмечено меречения при наблюдении северного сияния. Пораженные этим люди начинают повторять движения друг друга, безоговорочно выполняют любые команды, могут впадать в транс или наоборот активизировать свою деятельность, например, предсказывать будущее. Так или иначе Александр Васильевич Барченко в 1922 году отправился вместе с экспедицией в составе пяти человек на Сидозеро. Вообще этот человек, о нем довольно-таки мало информации имеется. Но мы можем сказать, что Александр Васильевич изучал медицину в Казанском университете, где вполне возможно и познакомился с Бехтеревым. Занимался проблемами парапсихологии, передачей мысли на расстояние, а также поиском пропавших цивилизаций. После революции Барченко попадает в поле зрения ЧК и лично Феликса Держинского. То есть мы можем уже оценить уровень важности этой экспедиции буквально только-только закончилась гражданская война, страна в разрухе, голоде, а Советская Россия находит деньги, чтобы отправить группу людей, специалистов на далекий север. После этой поездки карьерный рост Барченко вознесся до небес, если можно так сказать. он практически сразу возглавил секретную лабораторию ГПУ по исследованию человеческого мозга. Впоследствии он побывал на Алтай, собирая материалы о шаманских камланях и о так называемом народе Великое или Белоклазое Чуть. Он планировал экспедиции в Тибет, Монголию, Афганистан, но в 1937 году Александр Россий был обвинен преступлений. Трудно сказать, какие обвинения он получил, но так или иначе он был расстрелян. Все данные об этой экспедиции, даже те, которые попали в интернет, они считались секретными, потому что участников ни одного в живых не осталось, и вся документация, фотографии, отчеты, письма, все пропало. До наших дней дошли буквально отрывки, всего несколько фотоснимков, в том числе и фотография Куевы, о нем мы поговорим позднее, а также отдельные листки из дневника руководителя экспедиции. То есть информации не очень много. Мы никогда не узнаем наверняка, что искал Барченко на берегу Саамского озера Духов. По официальной версии он прибыл туда делать замеры для будущих мелиоративных работ. Но это какая-то смешная версия официальная, поскольку какие можно в Заполярье производить работы, тем более в горной местности. Или все-таки он исследовал эту арктическую истерию? Работал ли он по заданию института Бехтерева или может быть выполнял секретные задания спецслужб? Но на последнее нас наталкивает все косвенные доказательства. Прямых конечно нет никаких. Одна из гипотез версии по которой Барченко отправился именно в тот край, так как Мереченья проходила Мереченья вернее можно было наблюдать не только на Кольском полуострове. Поэтому вполне возможно что он искал на берегах Сейдявра следы мифической гипербореи. Гиперборейскую гипотезу уже много лет отстаивает доктор Демин отстаивал доктор Демин организатор нашумевшей экспедиции по следам Барченко. Демин утверждает что Александр Васильевич не только обнаружил свидетельство существования архаичного культа Солнца в Заполярье в частности астрономическую обсерваторию созданную по всей видимости тысячи лет назад каменный амфитеатр и прочие артефакты но также он отыскал вход в подземную лабораторию в которой гиперборейцы или чуть точно неизвестно якобы собирались расщепить атом работать над использованием ядерной энергии и так далее однако исторически все началось с железной дороги Петербург Мурманск выстроенная в начале Первой мировой войны Россия в это время оказалась отделена от Балтики и Черного моря германцами и поэтому Романов на Мурмане а позже Мурманск оказался единственным портом через который можно было осуществлять снабжение армии после окончания Первой мировой войны она сделалась не нужна и к тому же требовала срочного ремонта поэтому перед молодой советской властью стал вопрос откуда взять деньги тем более с точки зрения финансов Кольский полуостров казался бесперспективным там не было ни промышленности ни сельского хозяйства и по этому поводу была создана правительство иная комиссия в состав который вошел выдающийся наш минералок академик Ферсман и в 1920 году эта комиссия отправилась поездом на север тогда там была однопутная неэлектрифицированная дорога чтобы собственными глазами увидеть и решить имеет ли смысл освоение этого региона в данный момент или отложить его на потом в результате вот этой поездки в 20 году членов комиссии геологи в дальнейшем при поддержке Кирова из Петрограда планомерно исследовали Хибинский и Лавозерский тундры открыв сотни месторождений редких минералов в связи с этим с 30-х годов на Кольском начали строиться горно-обогатительные комбинаты вырастали города и туда съезжалась масса людей в погоне за длинным рублем минеральная лихорадка пощадила Лавозерский тундры Ферстман сделал ставку на Хибины Апатит и Манчегорский никель на короткое время геологов привлек Лавозерский эвдиолит то есть это можно сказать камень эндемик и лапарит которых больше на нашей планете практически нет это стало настоящим стимулом для развития добывающей промышленности заполярье и во второй половине 30-х в Лавозерских тундрах обнаружили большие выходы лапарита на горение Нчурт о ней мы тоже поговорим ниже отдельно и в цирке Рослака после войны во время войны значит все работы были там свернуты никто там ничем не занимался а после войны все территории связанные с редкими металлами объявили запретными табуирование массива Лавозерских тундр заключалось происходило вернее из-за того что там обнаружили в больших количествах торий который как и уран мог быть использован конструкторами атомной бомбы поэтому неудивительно что материалов и свидетельств послевоенной истории Лугья Рухта сохранилось немного с 1949 года для работы на комбинате а также строительство поселка Ревда и дороги из Ревды в Оленигорск использовали врагов народа власовцев приговоренных к 25 годам заключения и несмотря на минувшие 70-80 90 лет следы лагерей в Лавозерских тундрах можно найти по сей день немного но можно во времена Хрущева лагеря в Лавозерских тундрах ликвидировали однако за редким исключением район оставался закрытой зоной и уже в 90-е когда оказалось что добыча лапарита вдруг это дело убыточное и дешевле покупать другие редкие металлы за границей тогда именно сняли запрет посещения Лавозерских тундрах после этого священное озеро Самсамов в одночасье стало в России одним из главных мест силы в результате на Кольский полуостров двинулись наследники идей Барченко наиболее известным из них был именно Валерий Демин в 97-м году Демин открыл новую эпоху в истории Лавозерских тундр Валерий Никитич был уверен что весь массив Лавозерских тундр это гигантские руины храма мифической Гипербореи описание которой до нас дошло с Древней Греции по его мнению наших предков оттуда изгнал изменившийся вследствие искребления земной оси климат Александр Барченко согласно Демину обнаружил следы этого храма но впоследствии НКВД их ловко упрятал в этом отношении также стоит заметить что не только УГПУ НКВД интересовалась этим местом уже после войны в Лавозерских тундр в одной из пещер были обнаружены немецкий схрон с оружием радиостанцией теплыми вещами продуктами то есть не исключено что во время боевых действий на Кольском полуострове Ананербе или может быть еще какие-то структуры фашистов забрасывали туда разведывательную диверсионную группу которая рассчитывала видимо вернуться и поэтому оставила там этот схрон естественно никаких документов в отношении этого нет но это вот одно из таких одно из таких вещей одна из таких вещей которую можно как бы использовать в своих дальнейших размышлениях в 1997 году Валерий Никитич Демин организовал очередную поисковую экспедицию в Валозерских тундрах она проходила под патронажем журнала наука и религия и получила имя Гиперборея при этом она не имела никакой государственной поддержки в течение трех лет то есть каждый год в теплое время года летом это мероприятие продолжалось и масштабы его росли то есть если в первую экспедицию работают четверо энтузиастов то уже в последнюю поездку Лавозерские тундры прочесывали внушительные отряды волонтеров из разных уголков России также там были специалисты которые с помощью своих приборов это вот например геозонды использовались не говоря уже про обычную лазу или рамку также были задействованы вертолеты аквалангисты со временем к поискам присоединились и другие специалисты археологи геологи кибернетики астрофизики в том числе знатоки веданты шаманы и так далее по мнению Демина вот этот вот трехлетний результат его экспедиции он довольно таки внушительный были открыты природный амфитеатр храма Великой Богини на одном из склонов Священной Самской горы Карнасурд и остатки древней астрологической обсерватории на горе Нинчурд также было обнаружено двойное дно Си-Диавра сделано вернее такое предположение а на самом дне обнаружены гигантских размеров символы ну как вакалангисты посчитали трех вагин на древе жизни ну и знаток рум Евгений Лазарев он прочел на одной из стен на одной из скал вернее молитву гиперборейцев после этого на озере вернее даже вместе с этим на озере побывал известный многим нам известный Вадим Чернобров его мнение по сей дозеру тоже довольно таки интересно в одной из в одном из эфиров на славянском радио народном славянском радио он про это рассказывал вот ну все сенсации насколько их можно считать сенсациями официально наука пыталась не замечать ну а при уже таком скажем так большом наплыве туда желающих и исследователей различного рода приклеила ярлык псевдонаучного бреда то есть после ухода из жизни Валерия Никитича Демина его экспедиции научное сообщество поспешило забыть и не обращать никакого внимания с тех пор основная масса людей интересующихся сей дьявром разделилась на два лагеря одни уверены что Демин это мошенник притягивающий факты за уши другие уверены в правильности его изыскания и полученных результатов ну чтобы у слушателей сложилось общее понимание этой местности то конечно стоит поговорить немного отдельно о климате климат Лавозерия он по северному суров при этом достаточно контрастен причина кроется в теплых течениях Гольдстрим Нордкап Мурманская сталкиваются с холодными арктическими водами и вместе с тем погода сейдозера мягче чем в соседних районах это можно объяснить тем что горы закрывающие озерную котловину от северных ветров создали здесь особый микроклимат поэтому природа священного водоема несколько отличается от окружающей находящейся за ее пределами сейдозера находится за полярным кругом летом солнце несколько месяцев не заходит над ним а зимой наоборот не всходит продолжительность полярного дня там в среднем 9 недель а полярной ночи 5 недель чуть больше месяца лавозерский район это уникальная территория еще и потому что является местом компактного проживания коренного и малочисленного народа севера саамов саамы и лопари как их называли до 17 года чье происхождение теряется в глубине веков жили на кольском с незапамятных времен занимаясь оленеводством охотой земледелием долгое время саамы были единственными обитателями региона поэтому их язык богат терминами для описания именно северного сурового ландшафта для водных объектов у лопари используются более 50 названий для гор и прочих возвышенностей холмов более 40 для болот например 13 терминов а по науке саамский язык относится к финно-угорской языковой группы и насчитывает 10 диалектов разделяясь на восточную и западную группы восточную составляют саамы проживающие на кольском полуострове частично Финляндии сегодня там есть даже саамский округ а западные саамы это представляют собой население проживающее на территории Швеции Норвегии в 80-х годах прошлого столетия саамы получили письменность после перестройки так скажем с 90-х годов в селе Лофозеро это считается саамской столицей русского севера стали проводиться ежегодные национальные праздники саамов учреждены их общественные организации и объединения большая часть саамов проживает в поселке Лофозеро всего можно сказать что населенных пунктов Ловозерского района соединенных асфальтовой автодорогой это два это поселок Ревда и поселок Лофозеро если мы посмотрим на карту то трасса М18 Кола возле Оленигорска имеет отворот направо вот если вы едете в те края на автомобиле то есть соответственно предположим из Москвы или Санкт-Петербурга проезжая Петрозаводск вы рано или поздно достигнете поворота направо по Доленигорскому вот и двигаясь по нему вы попадете именно сначала в Ревду это основной поселок который был основан Ревда переводится как Яма Самского который был основан на месте первых одних из первых лагерей в тех районах сейчас еще дополнение сделаю я выложил у нас в анонсах карту Яндекса там можно двигать смотреть увеличить уменьшать как раз проследить маршрут который сейчас нам Дмитрий рассказывает великолепно значит примерно 70% всего населения Лавозерского района она проживает в поселке Ревда там достаточно много русских украинцев людей других национальностей а Самов меньше потому что они живут в Лавозере это бывший их погост то есть он имеет очень древние корни значит Ревда первый поселок на пути с него ну или наверное мы сейчас поговорим еще про Самов а потом как попасть на озеро я отдельно уже расскажу значит есть три версии возникновения Самов современной науки это первая версия она была высказана Дмитрием Харундиным это известный лапланский этнограф конца 19 века у него версия очень интересная он считает что Самы или Лопари они потомки евреев то есть тех евреев которых Вавилон там или Осирия преследовала гнала на север и таким образом загнали их на север Кольского полуострова вторая версия научная что это потомки неизвестного палеоевропейского народа ну и третья версия тоже довольно оригинальная она по языку по мифологии ученые проследили связь между Самами и Басками живущими в Испании вот есть еще четвертая версия которая не входит в состав научных в перечень научных это то что Самы это потомки чуди которые выдавливали на север постепенно в течение столетий и они постепенно смешивались вот с еще одним мифическим народом чуть вообще Лапландия как я говорил это уже это означает примерно то же самое что и Украина по-русски по-финскому с финского языка то есть Лаппия это вот они упоминали христиане в частности сон грамматик ну а мы уже поморы которые туда пришли в 15-16 веке они назвали их лоб вообще самым чтобы понимать кто они такие нужно сказать что им всегда жилось очень тяжело не столько из-за природных факторов двухсотлетние наблюдения за численностью самов показывают что в принципе количество жителей на территории нашей страны не превышает двух тысяч человек то есть примерно это та численность которую может прокормить там земля вот и тяжелое положение было не из-за природных условий в большей мере а из-за постоянных вторжений извне в конце концов между Иваном третьим если не ошибаюсь и королем Магнусом королем Готов Шведов и так далее Афинов было произведено разграничение и самов стали двойданниками то есть платили дань русскому царю белому царю они так назвали и вот западным королевичам это происходило все в течение трехсот лет то есть даже если самов могли увеличивать свою численность то это им не давали делать извне говоря про самов нельзя не упомянуть про самских служителей культа так называемых ноидов значит они обладали заслуженным признанием своей квалификации если так можно выразиться практически у всех народов севера всех народов Европы многочисленные летописи и хроники средневековья показывают что лопарские колдуны состояли на службе у различных европейских монархов интересен факт что при дворе Ивана Грозного одно время содержались до 40 саамов шаманов которые должны были как бы подсказывать Ивану Васильевичу что ему предпринимать в том или ином случае но вообще если представлять в современном представлении иноиды это хранители веры предков в первую очередь значит они организовывали почитание духов природы в народе поклонение сейдам само слово сейд оно довольно интересное и в современной науке нет однозначной трактовки этого слова сейд это священный камень либо кусок скалы реже это какое-то дерево в котором живет дух того или иного шамана значит сейды возникали в том случае если шаман при жизни не успел закончить какой-то обряд или завершить какое-то дело и поэтому он становился камнем в переводе с амского сейдявр означает озеро духов и считается одним из ключевых мест силы этого северного народа довольно долгое время его заповедные берега посещали лишь местные жители устраивая там ежегодные праздники проводя мистические обряды западные саамы жестоко преследовали с христианством еще в 13 14 веках в принципе можно сказать что там процветала инквизиция и большая часть людей обладающих какими-то способностями были к сожалению уничтожены восточной лапландии если считать Финляндию и Россию крестьянизация происходила медленно и не столь жестко тем не менее практически все лопари стали крещенными но при этом не оставили веры предков шаманы сделали таким образом что Иисус как бы бог белых он был помещен во главе угла родного пантеона традиционных богов но при этом свои собственные боги при этом не отрицались значит если говорить насчет данного времени то культовые языческие обряды Исамов впрочем наверное можно сказать как и многих народов на планете они обрели сейчас второе дыхание то есть на озере вряд ли вы столкнетесь там с процессией шаманов ноидов но какие-то следы о них мы наверное поговорим чуть позже там присутствуют значит теперь перейдем к мифологии вкратце и к достопримечательностям которые находятся на Сейдозере ну или пожалуй мы поговорим о том как все-таки туда попасть значит если вы доехали до Оленигорска на автомобиле либо прибыли туда на поезде вам надо добраться до поселка Ревда туда ходит рейсовый автобус также множество таксистов в принципе там проблем нет раньше была железная дорога но в 90-х годах она приказала долго жить значит попасть на Сейдозере через Ревду для этого достаточно перейти перевал то есть этот маршрут от наиболее близкого городка он с логической с логистической точки зрения он удобнее чем остальные Ревда вообще представляет собой небольшой поселок городского типа медленно хиреющий но тем не менее там есть такие блага цивилизации как гостиница столовые магазины транспорт даже музей вот если заходить на Сейдозере со стороны Ревды то придется пройти до сих пор пока еще работающий горный комбинат он убыточный депрессивный несмотря на то что при должной организации труда мог приносить миллионы в казну но тем не менее он пока еще дышит наладан и маршрут начинается именно от его ворот то есть от поселка Ревды необходимо проехать там уже сложнее найти транспорт скорее всего придется воспользоваться такси в принципе это недорого ну или искать ждать какую-то попутку туда это 7 километров от Ревды комбинат вы проходите бесплатно и начинается медленный подъем через перевал Эль-Марайок вообще о топонимах Саамов можно поговорить отдельно это очень такое такие певучие интересные названия которые даже слушать мне было приятно но тем не менее высота этого перевала небольшая немногим больше 600 метров и проходится он при хорошей погоде без проблем хотя так скажем забегая вперед немного отмечу что все проходы их в принципе масса можно зайти в Лобозерский тундру откуда угодно но для туристов для людей плохо подготовленных есть несколько путей вот первый один первый из них это через перевал Эль-Марайок он может занять при хорошей погоде до 4-6 часов движения к озеру пешком то есть в принципе там около 15 километров но так как это по горной местности то поход может немного затянуться ну а если там например сядет туча или поднимется туман то вы можете заблудиться в принципе МЧС время от времени снимает оттуда людей которые получив романтическое представление об этих краях стремятся туда попасть не имея ни должной подготовки ни даже снаряжения значит миновав этот перевал мы спускаемся уже к самому озеру для вот отмечу специально для этого похода нужна будет хорошая обувь вот и спустившись к озеру вы еще какое-то время в такой нехарактерной для этих краев сельве можно так сказать там очень серьезные заросли ольхи березы в том числе и елей сосен в дальнейшем то есть вы уже выходите на северо-западную часть озера так называемую шаманскую поляну над шаманской поляной вы можете как ориентир увидеть изображение куйбы о нем мы все-таки поговорим чуть позже значит если мы двигаемся дальше то есть не заезжаем в ревду а двигаемся прямиком на лов-озеро попадаем в санскую так называемую столицу которая расположена на берегу одноименного озера лов-озеро так же называется вот оттуда есть два варианта как добраться до сейд-озеро первый вариант это нанять лодку сейчас в принципе это не так сложно сделать хотя все-таки финансово это может быть для некоторых тяжело которая вас отвезет прямиком на берег мотки губы мотка губа это часть суши которая отделяет лов-озеро это второе по величине озеро Кольского полуострова от небольшого сейд-озеро из лов-озеро есть еще пешеходный вариант через озеро светлое но он уже идет двухсуточный то есть там идти намного больше чем с ревды если вы забрасываетесь туда на долгое время с вещами снаряжением и так далее то есть он будет менее удобен и так мы попали на сейд-озеро представим что мы попали я думаю многие из вас смотрят карту что мы попали на сейд-озеро через Ревдинский перевал ну или так называемый Карносутский перевал и так вы видите озеро с северо-западного угла по левую руку от вас будет скала называется она Куй-Чор на ней примерно 70-80 метров можем увидеть 70-80 метров изображение так называемое зооморфное изображение великан раскинувшего руки далее по северному берегу вы через несколько ручьев несколько бордов попадаете в поляне егерей там находится домик егерей сейд-озеро это охраняемый заказник не заповедник а заказник и буквально до шестнадцатого года не не надо было ничего предпринимать чтобы туда приехать чтобы туда попасть а вот с этого сезона семнадцатого года теперь уже оказывается нужна электронная регистрация на сайте посвященному сейд-озеру это муниципальный сайт в Мурманской области и поэтому пока еще прецедентов не было то есть только это все начинается но из-за огромного наплыва туристов вот значит уже вводят вот такие вот ограничения далее мимо северных вершин проходим по северному берегу миновали мы домик егерей и выходим на восточный берег он в основном заболоченный кстати вот если говорить о мифологии он довольно-таки тоже интересен там были определенные находки и говорят что до 20 века это вот этнографические записки различных наших ученых которые разговаривали с амами на рубеже этих веков показывают что там находились две пирамиды непонятного назначения в этих болотах сейчас мы этих пирамид как и Демин вот мы там их найти не смогли значит дальше обходим мы ну так скажем озеро вытянуто с запада на восток поэтому восточные и западные берега они небольшие коротенькие и пройдя эти болота переправившись через мост а потом вброд мы попадаем на южный берег озера вот здесь основная достопримечательность это гора Нинчурт она находится переводится название как чертовы сиски или там грудь богини то есть переводов несколько вот и на склонах этой горы экспедиция Демина в 98 году обнаружила так называемый разваленный астрономической обсерватории но о них мы поговорим подробнее но тем не менее это тоже считается одной из достопримечательностей озера и в конце концов по южному берегу двигаясь дальше по часовой стрелке мы приходим на западный берег к реке Эль-Марайок и возвращаемся на Шаманскую полян значит длина озера 8 километров площадь его 18 тысяч гектар довольно таки внушительная хотя по меркам Кольского полуострова оно небольшое самая большая долина вот там еще одно достопримечательное место это долина ручья Чевурай можно даже сказать это небольшое ущелье оно имеет около 14 километров и это один из удобных подъемов наверх Лавазерской тундры снизу от озера значит вот поговорили мы о том как добраться о том как попасть на озеро ну если не ограничиваться этим действительно я уже говорил можно сказать что зайти туда можно в любом месте просто идти будет дальше и склоны будут круче но предположим что вы определились с точкой входа выхода и нарисовались практически любую линию на карте отметили свой маршрут если мы глянем на карты которые есть сейчас в интернете то тропинка вокруг озера она существует значит работниками заказника возводятся там мостки определенные метки ставятся на болоте в пятнадцатом году было проложено гать то есть если первые три года мы там ходили с мокрыми ногами плюхали постоянно по грязи то сейчас уже можно цивильно культурно передвигаться на южном берегу озера возле Чуврайского так называемого ущелья есть довольно неплохой пляж и в целом если путешествовать летом а в основном люди едут туда летом при этом надо учитывать что заполярное лето длится с конца июля в лучшем случае до середины августа в зависимости от того теплое или холодное лето в этом году то вот на юге вполне можно купаться в принципе как и на севере просто на юге есть специальный песочек довольно удобно это тоже привлекает людей то есть не только мифология и потерянная гиперборея вместе с тем вот за вот это короткое лето самская надо быть готовым что наверху в лавазерских тундрах это примерно 400 метров подниматься от озера вершины расположены на высоте 400-500 метров там вполне возможно в середине августа в начале августа когда угодно днем ночью пойти снег вот который опасен в основном не холодом а тем что все камни становятся скользкими и при выпадении неожиданном выпадении снега как раз таки происходит несчастные случаи которые нельзя переписать никаким чудесным магическим источникам ну вот для этого наверняка стоит брать с собой трекинговые палки в целом если вы любите вот дикие места места с красивой природой то лавозерские тундры это пожалуй идеальный вариант особенно для жителей европейской части россии еще в 2011 году когда мы впервые попали на озеро людей было там немного в целом за сезон 2-3 недели основной сезон там было 20-30 человек сейчас сезон расширился люди ходят туда с июня месяца по сентябрь по август включительно по октябрь даже то есть сейчас там уже крайний раз мы там уже видели ну буквально поле 100 туристов одновременно то есть если вы хотите попасть в те края и все-таки еще застать дичинку так называемую то можно уже паковать чемоданы на это лето и ехать значит там можно разводить костры есть дрова при этом егеря следят чтобы не рубили деревья чтобы не ловили сетями или другими какими-то негуманными способами рыбу на удочку разрешается также на озере нельзя плавать ни на катамаранах ни на байдарках то есть передвижение по водной глади возможно только если вы договоритесь с егерями в принципе это возможно вот по питанию значит еду лучше покупать в большом городе как минимум это Ленигорск если вы приехали откуда-то без еды поскольку в Ревде и в Лофозере ассортимент в магазинах скромный и цены как вы понимаете будут повыше хотя и там и там уже есть супермаркеты ну в озере можно питаться рыбой ягодами черникой голубикой брусникой масса грибов вот ну что с собой брать если вы собрались на Сейдозера желательно иметь карту а лучше несколько если обращаетесь в GPS значит берите GPS хорошие ботинки я уже говорил трекинговые палки хотя если говорить о ботинках там вокруг озера можно и в кроссовках ходить но если вы собираетесь идти туда пешком а не на моторной лодке если вы собираетесь подниматься в Лавозерский тундру то ботинки намного лучше какие-нибудь теплые одежды теплую одежду для плюс пяти нуля градусов на всякий случай но все остальное исходя из маршрута по снаряжению и из времени года в который вы идете то есть туда ходят в основном летом но есть походы туда зимой и осенью поэтому можно идти в любой момент ну а теперь давайте вот уже вкратце я закончу свое выступление наверное потом перейдем к вопросам по мифологии этого озера по находкам Барченко по находкам Демина уже более подробнее итак Барченко в 22 году по тем обрывочным материалам которые дошли они нашли очень много они нашли во-первых самое главное приписываемое или осуществленное ими достижение это подземный ход подземный ход в котором по словам самов именно спрятались по разным версиям то ли чуть то ли еще какие-то шаманы то ли это были какие-то колена саамских племен то есть туда под землю ушли те которые не хотели христианизации вот этот вот вход есть в интернете можно найти фотографию где сам Александр Васильевич Барченко запечатлен на фоне этого входа вот этот вход это раз значит Куйва впервые его тоже открыл Барченко сам Куйва как я уже говорил это изображение человека на скале и по легенде самов Куйва это великан охотник который терроризировал местное население здесь много параллелей можно проводить в целом как по мифологии самов и с другими мифологиями других народов вот я сейчас буквально несколько поездок у меня были на Кавказ и еще они сейчас будут и я уже смотрю определенные параллели между эпосами нартов определенные параллели между славянскими легендами то есть например у самов происхождение всего мира ведет свое происхождение ведет от травинки и эта травинка якобы послужила кормом для небесной уточки которая снесла яйцо и все закрутилось очень похоже на славянские представления и так этот великан Куйва он терроризировал собирал дань убивал и люди замолились богам и могущественные боги самов испепелили Куйву молниями здесь вот тем же самым бар отставить Деминым значит была проведена такая параллель между Куйвой и Орионом тоже великаном охотником который по различным греческим источникам римским он пришел в гиперборею за невестами обидел местную деву и за что был испепелен Артемидой кстати вот в этом отношении натолкнулся на интересную такую вот параллель что Артемида если прочитать Дукорядию это Деметра то есть это же вот такие вот переплетения и поэтому современная наука которая мягко говоря обособляет самовыделяет их то есть она конечно эти связи не учитывает и поэтому в принципе в дальнейшем никаких научных поисков здесь не ведется итак изображение человека на скале оно может происхождение его было определено еще ферстманом в 30-х годах происходит он из-за потеков на скалах из-за мха то есть вот этот мох эти потеки какой-то воды они вот так случайно сложились в такую довольно-таки похожую на человека структуру вот есть еще версия что ну вернее это научная версия это только вот это больше после этого после 100-летних наблюдений что интересно вот эти вот ручейки там хи они никак не изменили свое местоположение то есть все вокруг меняется все вокруг течет а вот куйва остается неизменной ну говоря уже о наслоениях мифических можно сказать что современные представления куйвы самые считают его грозным богом уже не великаном а богом который может насылать проклятие на людей купающихся в озере моющих там руки посуду и так далее то есть мы я по крайней мере слышал неоднократно что куйва там не дал себя сфотографировать не дал приблизиться не дал подняться нам по счастью удалось все это сделать действительно эта фигура она состоит из потеков из мухов ну вот этот факт который наука пока не может объяснить почему это все не изменяется вот этот факт остается пока необъясненным значит куйва считается хозяином сидя сидя и стоя на скальном уступе на северном берегу он виден практически из любой точки озера возможно еще есть такая версия что это эрозия но опять-таки она ничего не объясняет почему эта эрозия не продолжается и так далее есть мнение что это гигантский петроглиф хотя примеров больше таких нет ну в принципе вопросов здесь больше чем ответов есть есть также версия довольно-таки интересная что это огромная фреска на скале куйвчор она является таким так скажем следом древнего ядерного взрыва то есть если мы обратим свое внимание на Хиросиму то там на плите есть отпечаток человека который попал там в эпицентр ну какие-то параллели здесь прослеживаются ну а так вот если еще говорить про куйву то он конечно у Лопари он местных жителей в том числе и русских он как бы суевериями оброс но на самом деле вот эта поляна шаманов возле его подножья она конечно довольно красивая и в принципе никаких там проблем от куйвы люди не испытывают по большому счету ну что касается вообще вот как бы вот этого вопроса а что же нашел Барченко кроме этого входа то есть по описаниям до нас дошедшим они также видели там лестницу каменную довольно таки обширную они видели на склоне одну небольшую обсерваторию на северном склоне и на северо-восточном склоне они увидели уже так скажем именно астрономическую обсерваторию сложенную из блоков и часть этих блоков можно лицезреть там и сегодня вот это все что нашел Барченко в основном все что нам известно так как никаких записок я повторюсь от него практически не осталось тем более официального доклада который естественно был подготовлен значит Валерий Никитич Демин что он нашел значит он обнаружил тот же самое тот же самую обсерваторию на горении Нинчурт обнаружил несколько вероятных уже взорванных входов заваленных так называемых входов в это подземелье и был обнаружен помимо вот этих вагин я уж не знаю как к этому кто как относится двойное дно на свидетель вот значит по одной из легенд внутри горы Нинчурт существует спрятанный город шаманов ну и в данный момент кроме Демина вернее в данный момент а вот на переломе 20-21 века когда там был с экспедициями Демин больше никаких в принципе официальных научных поездок туда не было осуществлено на мой взгляд там вполне вероятно там существует какая-то пещера поскольку постольку фотография с Барченко на фоне довольно-таки большого входа имеется но ныне она либо засыпана либо вход действительно в нее взорван вот что касается гиперборейцев значит эта легенда идет как я уже говорил с древней Греции однако как бы она обрастает подробностями уже нового времени и она пользуется бешеной популярностью в интернете то есть древних гиперборейцев ищет на озере каждый второй ну зачастую не имея никаких навыков конечно и являясь простым обывателем но тем не менее что-то там на озере есть такое что оно заставляет чувствовать какое-то воодушевление чувствовать какую-то радость ну об этом мы еще поговорим о своих впечатлениях я расскажу вот что касается еще остатков или тех построек которые до нас дошли от гипербореи то это пирамидальные знания здания мощенные мостовые то что это видел Барченко сегодня это в принципе ну пока что фотографий в интернете таких нет есть очень интересная версия ступенчатой пирамиды одной из гор обрамляющихся до озера с запада фотографии это тоже есть в интернете я тоже там это видел но насколько она рукотворна я предлагаю каждому судить самостоятельно потому что неоднозначные выводы можно сделать ну кроме этого на озере время от времени местные особенно местные жители видят НЛО ну хотя про контакты близкие контакты мне неизвестно также на всей дозере видели неоднократно снежного человека то есть даже трудно сказать что видели в если не ошибаюсь в конце 80-х годов или в начале 90-х там погибло 4 человека 4 подростка которые погибли именно на маршруте перехода от озера к Руднику и на поселок Ревда значит по официальной версии ну она вообще такая расплывчатая официальная версия и трудно понять что там произошло именно по официальной версии но тем не менее говорится что это как бы четверо подростков были убиты вариант А от того что они запаниковали при плохой погоде потеряли ориентир и были значит упали попадали разбились и так умерли да а вторая версия уже не научная не официальная то что этих подростков погубил Йети значит что интересно этим вопросом занимался Вадим Чернобров значит трудно сказать есть ли в действительности там снежные люди так называемые хозяева или нет но подростки не имели на себе никаких следов физического там скажем избиения воздействия какого-то то есть они не были в крови это опять-таки вот переплетается с одним из эфиров славянского радио по поводу перевала Дятлова но здесь таких смертей вот зафиксированных было три групповых смерти которые каждая из них может являться как бы сопоставима с трагедией на перевале Дятлова то есть они тоже все загадочные все необъяснимые или трудно объяснимые как минимум ну вот тем не менее вот на западном берегу озера несколько есть очевидцев которые видели встречались сталкивались именно с хозяином с хозяином этих мест значит в 65 году тоже погибла группа там уже были взрослые люди уже были подготовлены туристы это был зимний поход и по официальной версии они просто замерзли то есть ущелье Чевруай на южном берегу конец января и они начали они прибыли туда первый день стали лагерем и вместо того чтобы как и должно было по плану стоять там лагерем они неожиданно собрались и пошли наверх хотя никакого смысла в этом не было была пурга ночь вернее там в это время практически все время ночь и значит люди просто разделились там наверху уже и официальная версия что они замерзли что случилось восстановить вот как бы логически из-за ограниченности информации кроме официальной трудно ну можно вполне возможно это списать на человеческий фактор и в 73 году там погибла группа из 11 человек которые официальной версии отравились грибами то есть по разным сведениям там эти люди как бы были опытными походниками и вот неожиданно все пошли поели грибов может быть супа грибного и все погибли то есть есть еще более мелкие гибели там на озере в принципе не каждый год кто-то погибает это не так страшно как например на Эльбрус подняться но тем не менее практически каждый год есть какие-то истории что где-то кто-то заблудился где-то кто-то пропал кого-то вытаскивал МЧС поэтому вот для тех кто туда соберется я бы хотел как бы не то что даже посоветовать но проинформировать что каждый кто туда идет в такие места необходимо наверное помнить что там мы всего лишь гости и не всегда желанные возможно там правят другие законы другие энергии все-таки не зря сам на протяжении всей своей истории считали это озеро священное ну поэтому желательно соблюдать особые правила вежливости в тех местах Алексей может быть я уже в принципе свое вступление наверное не буду больше затягивать возможно уже перейдем к вопросам как ты считаешь это как ты считаешь это все лишь на все слушающий и ведущий поэтому я отталкиваюсь от твоих пожеланий я понял тебя я могу про это очень долго рассказывать может быть попробуем наверное тогда вопросы и я там уже на них могу более развернуто менее развернуто отвечать хорошо давай так и сделаем сейчас музыкальная пауза небольшая а после этого уже наверное перейдем к вопросам чтобы немножко так сейчас мозги на место стали наши радиослушатели и уже были готовы ко второй части ответы на вопросы вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 15 марта 2017 года среда по одному старинных 14 день месяца пробуждения природы шестица 7525 лета путешествие к озеру шаманов такова тема сегодняшнего нашего эфира автор рассказитель Дмитрий Назаренко и мы переходим ко второй части нашей трансляции нашей передаче к ответам которые поступили в чате народного славянского к ответам и на канале ю туба народного славянского радио итак первый вопрос к нам пришел от Вячеслава Вседобрейшего из ю туба написано что не вопрос а реплика интересно было бы послушать про Алтай и Горную Шорию, так как сам из тех мест и считаю их одним из мест силы нашей Родины. Ну, что здесь можно сказать? Действительно, это так. На Алтай я бывал, до Горной Шории пока не добрался. Ну, это да. Всё верно. Будет время, доберёшься, расскажешь. Так, дальше. Из Ютуба Юрий Рус. Благодарю за интересную тему. Я как раз интересуюсь гипербореей, собираюсь перспектив, поход на Сейд-Озеро. Так, дальше. Здесь реплика не по теме эфира. Из Ютуба Татьяна Шляхова. Если о родных местах речь вести было бы здорово, если бы Дорислав про нашу Акунёву рассказал. Интересная его точка зрения, ну и про Сгарта Рийский, про наше заодно. Тоже не совсем про Сейд-Озеро. Идём дальше. Вопрос в эфир от Владимир Измытич. Дмитрий. Кислотно-щелочной баланс и ОВП воды, естественно, не проверяли? Да, хороший вопрос. Благодарю. Воду брали на проверку, проверяли. Никаких, скажем так, аномалий выявлено не было. Но я упоминал, что раз в несколько лет периодичность постоянная, в принципе, на озере происходит массовый мор рыбы. Версий несколько этому. Первая из них как раз таки касается состава воды. То есть, если брать за основу гипотезу академика Ферсмана, который считал, что Сейд-Озеро это остатки гигантского протовулкана, а Сейд-Озеро это его жерло, то можно предположить, что из глубины земли туда поднимается какой-то газ, который и как бы вызывает этот мор. Но вместе с тем ученые, биологи проверили эту гипотезу другую. И, в принципе, это уже теория о том, что эта рыба гибнет от микроорганизмов, которые очень быстро ее убивают и невозможно найти детальную причину. Ну, пока вот так вот можно сказать. На этот вопрос можно так ответить. То есть, тайна, покрытая мраком? Ну, по большому счету, да. Дальше. Вопрос в эфир от Тианы. Раз затронутся, тема шаманизма. Изучаю жизнь Сталина. Личность он, конечно, отнюдь неоднозначная. Когда Сталин набывал ссылку в Костино, к нему приезжали эвенкийские шаманы, которые предсказали Тунгусский метеорит. Предсказали и вывели из-под вспышки людей. Те, кто способен предсказать такое событие, как Тунгусский метеорит, которые и поняли его глубинный смысл. Так вот, шаманом это действительное воззрение Сталина. Так вот, шаманизм это действительное воззрение Сталина? Итак, вопрос. Сталин убегает у меня здесь. Сталин был всегда человеком очень скрытным. К тому же, как всякий успешный политик, он не мог себе позволить с трибуны исповедоваться, но точно имел степень посвящения, и об этом говорят факты. Факты конкретно здесь не указаны, ссылка на факты тоже нет, но так написано, факты об этом говорят. Итак, так вот, шаманизм это действительно воззрение Сталина? Как ты думаешь? Ну, если мы говорим в связи с Сейдозером, ну, или даже Кольским полуостровом в целом, то Сталин в тех местах нет у нас информации, что он в тех местах был. Но, как правильно заметила Татьяна, сейчас появляется сведение о том, что он был посвященным человеком в определенные таинства, что к нему действительно в Курейку, если я не ошибаюсь, на Енисей съезжались шаманы с округи в тысячу километров. То есть, мы для севера бездорожья можем себе представить, что для этого нужно было, чтобы зимой отправиться в Курейку к какому-то человеку. Официальная версия, которая была запечатлена как бы музеем в Курейке, который существовал какое-то время, а после небытия 90-х он сейчас возрождается, что Сталин обсуждал с ними вопросы кооперации какие-то. То есть, это так же смешно, как и миллиардивные работы Барченко на Сидосе. Ну, а если говорить уже конкретно про Кольский, то Сталин, хотя мы не имеем информации, что он здесь был, но видна была, скажем так, косвенный почерк организационный из Сталина и Берии, которые разворачивали там серьезные предприятия, которые прокладывали железные дороги, дороги, автомобильные и так далее. И, несомненно, все вот эти исследования Барченко, который в итоге был расстрелян в 1937 году вместе с группой так называемого Боки, группа Боки, так называемая, это его прямой начальник в НКВД, которому подчинялся весь секретный отдел изучения мозга. И действительно, здесь параллели можно проследить, но фактов мы не имеем на этот счет. Понятно. Понятно. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Азматича. Дмитрий, а туристы чувствуют подъем сил около фигуры Куевы? Если чувствуют подъем сил, то это есть основание предполагать, что Куева это ловушка жизненной силы туристов. Ну, здесь вопрос такой субъективный, вернее, ответ на него может быть субъективный, это кому как. То есть, предположим, я не испытывал именно возле Куевы, кроме как бы, ну, там общая воодушевленность на озере присутствует. Все-таки это место, еще одна версия, что она расположена на разломе, то есть, геопатогенная зона или просто аномальная зона. У одних, да, у одних Куева их давит, там, как бы, становится людям плохо, другие, наоборот, чувствуют себя там великолепно. То есть, это уже надо туда ехать и пробовать на себе. Что касается меня, я там был четыре раза и с Куевой у меня не связано ничего плохого, но определенный опыт я вот на Гренинчурт, получил. Про него тоже трудно говорить так языком научным, фактологическим, но на Гренинчурт я понял, как бы ощутил на себе и теперь мне уже в принципе там на научную версию в этом отношении как бы немного все равно. Я понял, что камни это живые существа, которые имеют свою какую-то душевную, духовную, мистическую, как угодно можно назвать, структуру. И эту структуру может почувствовать человек. Значит, я поднялся на Гренинчурт один, определенные у меня были мысли, определенная подготовка, то есть я решил это место силы, как бы понять его, использовать для понимания того, что там происходит. И на одном из камней в состоянии таком, как бы немножко измененное сознание было, и я вот ощутил, лежа на камне, пролежал на нем несколько часов, и я ощутил энергию реально камня, которую мне довелось понять, насколько я это смог понять и насколько я смогу это словами все объяснить, но тем не менее, да, там вот, например, мой компаньон, с которым мы впервые туда пришли, потом уже были группы людей, в том числе и коммерческие походы мы там организовывали, то есть там уже у людей все было по-разному, кто-то видит какие-то, чувствует вернее, какие-то взгляды откуда-то, кто-то чувствует себя великолепно, у кого-то эйфория, и эта эйфория, например, может смениться там, ну не страхом, но, например, предположим, подавленным состоянием, это уже в зависимости все от человека, мне кажется. как ты этот камушек-то нашел, на который прилег несколько частей? А совершенно случайно я обнаружил вот эти вот остатки, либо это естественное происхождение камней, можно вот посмотреть на фотографиях, мы можем, в принципе, подробнее об этом поговорить, значит, на склоне в горы Нинчурт, северо-восточная его часть, расположена, есть исток небольшого ручья, который потом превращается в водопад ниже по горе. И вот там, в этом, как бы, довольно-таки интересное место, там можно увидеть и камни необычные, и ромбовидные камни, что очень интересно, если там ученые говорят, что лед или там еще что-то может обтесать камень, предположим, с двух сторон или даже с трех, то здесь он уже был обтесан с четырех, и кто это сделал, когда и как. Есть предположения, как бы, скептиков в этом отношении, что это делали узники лагерей, но зачем обтесывать недрагоценный, нередкий камень с четырех сторон, это довольно-таки трудоемкое дело, то есть трудно вот эту версию научную трудно объяснить, но в конце концов, находясь там, я вот провел там какое-то время и уже просто прогуливался по окрестностям, когда этот камень увидел, неожиданно он меня вот как бы привлек внимание, и я к нему подошел, остановился, и вот так как бы такое желание появилось на него лечь, и вот после этого я пролежал на нем несколько часов, и это были приятные довольно так, скажем, часы, случайно, не случайно, трудно сказать. Понятно, понятно, если особенно вычитывать слово случай, что означает, да, с лучом свело вместе почему-то, поэтому случайностей в представлении человека не бывает, все случайности не случайны, или наоборот, наоборот по случаю. Итак, идем дальше, идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий, хотелось бы услышать твою версию происхождения слов шаман и лапландия, и их этимологию. Благодарю, про лапландию ты уже говорил, но про шамана если только теперь расскажешь. Здравия, благодарю за вопрос. У саамов нет такого понятия шаман, то есть это уже нарекли саамских ведунов так уже в 20 веке, по-настоящему они называются ноида, это если вы в единственном числе, или ноиды, если во множественном, и этимология их, мягко скажем так, в научной среде неизвестна. Как саамского переводится, то это ведающий человек. Вот что я могу на этот счёт сказать. Ну а всё-таки слово шаман, если не саамского, то слово шаман что означает, как ты думаешь? Ну шаман это конечно связь между человеком и полубогом, так как мы понимаем, что ше, се вполне возможно я не берусь утверждать, но такая гипотеза есть, что асман, шаман это в принципе одно и то же, то есть это какая-то переходная модель или переходный этап между человеком и азом. Хорошо. Дальше из ютуба вопрос от Юрия Русса. Следующий. Видели ли вы пирамиды? Здравия Юрий, благодарю. Но трудно сказать, видел ли я пирамиды. У меня есть фотографии горы на западном берегу Сейдозера, которая похожа на ступенчатую пирамиду, но вот четко сказать твердо однозначно я конечно не могу. Есть желание называть ее пирамидой, как это делают многие люди, которые взяли одну из сторон, то есть идеалисты возможно я так называю, и материалисты, то есть вот эти две противоборствующие компании, если вы начнете где-то собирать информацию про Сейдозера или тем более поедете туда, то там на озере, в поселках местных жителей вы встретитесь с этими двумя точками зрения. То есть одна точка зрения все, это однозначно гиперборея, там везде пирамиды, там везде остатки древних построек, везде лазы, даже в ютубе и в других поисковиках по видео вы можете найти в принципе ролики, где люди ходят, показывают, рассказывают, что-то там действительно есть, но я не берусь судить однозначно, пока мало информации, чтобы я мог сказать, что я действительно видел там пирамиду. Хорошо, далее Юрий Рус задает вопрос, есть ли такие, также информация о сфинксах, ликах и множестве геоглифов? Встречали ли вы в своих походах на Кольском полуострове такие артефакты? Значит, сфинксов не встречал. Что касается геоглифов, петроглифов, то возможно Куйву туда можно отнести. Что касается каких-то рун или знаков или черт, которые можно прочитать там, то я отсылаю к Чудинову, нашему ученому. Он по его исследованиям про это можно тоже даже там отдельный рассказ устроить, то есть Чудинов там побывал, если не ошибаюсь, в 13-м году и нашел там довольно-таки много надписей, которые согласно его версии он находит во многих местах, то есть храм Яра, храм Мара и так далее. Я таких надписей не видел лично. Но если говорить немного шире, то в фотографиях, которые в дополнительных материалах, то там можно увидеть, скажем так, природное, я его заснял, природное, природную уникальную такую радугу, которая является, называется лежачей, лежачей, то есть такой радуги в мире есть, где-то в других участках земли есть такие фотографии, но вот это большая редкость и вот в одну из поездок мне удалось заснять так называемую лежащую радуги. Является ли это знаком каким-то или нет, трудно сказать, но определенно это что-то выбивающееся из рамок происходило. Как говорил Винни-Пух, это неспроста. Так, а вот скажи, ты какие-то обсерватории, какие-то интересные места видел, которые явно рукотворного происхождения, не современные? Значит, говоря о рукотворных или не рукотворных местах, я лично видел две, скажем так, две каких-то обсерватории, либо два фундамента этих обсерваторий. Значит, оба они расположены, оба я их нашел на Горенинчур, на ее склонах. Значит, вот про дно я немного рассказал, его можно посмотреть тоже в интернете, видеоролики, фотографии, которые в докматериалах. Значит, там прослеживается некая, скажем так, прослеживается фундамент и глыбы вот эти, они тоже наползают только в этом месте, получается, если мы вот отталкиваемся от мнения материалистов, то это случайность, вот так произошло, но мы видим, что нигде больше на Сейдозере такого нет, а именно вот в этом месте, вот на склоне Нинчурта, там есть камни, которые похожи, что они были уложены друг на друга и являются таким каменным основанием и что это рукотворно. Значит, а второе место, оно находится немного ниже и уже чисто на северном склоне Нинчурт, оно уже практически вообще не похоже на дело рук человеческих, либо это вне нашего понимания, что это были за руки и что это были за люди. Да, но оно представляет собой удивительное дело, что оно является как бы камни вот эти, они огромные глыбы, во-первых, их несколько огромных глыб и они сложены как бы в такой круг или скорее всего прямоугольник возможно, которых нигде больше нет, то есть это камни совсем другой породы. Такое вот ощущение, что вот я недавно был на Камчатке и вот такое ощущение, что это вот эти камни, так называемые вулканические бомбы, вот несколько огромных камней, они как бы расположены по кругу и вот, но никаких следов человека, особенно древнего там нет. Современных следов человека там много, кто-то пытается там какие-то сейды устанавливать, кто-то пытается там какие-то башенки складывать из камней, это конечно все понятно, но я также видел настоящий сейд, то есть сейд настоящий, сейчас считается это большой камень определенной породы, расположенный на трех или двух маленьких камнях другой породы. То есть официальная версия как бы говорит, что это выветривание, какие-то другие воздействия земли, природы, климата позволили так вот одному камню остаться на маленьких других камешках, но скорее всего это все-таки дело рук человеческих или разумно кого-то обладающих разумом, и вот таких сейдов я видел лично нашел на озере три штуки. Это можно сказать о том, что я в действительности видел. Ну и также я наблюдал следы на болоте на восточном побережье сейд озера, я наблюдал остатки лагеря, есть версии, что какие-то вещи там могли осуществить либо геологи, либо заключенные спор. Значит, насчет первой обсерватории, которую Валерий Никитич Демин сделал как бы главным открытием своей экспедиции, там есть одна интересная особенность. Вот эти вот каменные блоки, назовем их так, большого размера, они имеют на себе явно рукотворные рукотворные воздействия, скорее всего человеческое. Значит, гипотеза материалистов в том, что это геологи какой-то машинкой там резали камень для пробы, то есть может быть испытывали машинки свои, может быть они там пытались разрезать какие-то камни посмотреть. В подтверждение этой гипотезы вот на фотографиях тоже это можно рассмотреть, хорошо видно, я специально провел несколько часов, все постарался снять, чтобы это было понятно потом. Значит, в подтверждение этого материалистической гипотезы мы можем взять то, что мох, который там растет, то есть делая этой машинкой углубления в камни, предположим, чуть уже ладони по ширине и по длине некоторые уходят прямо в землю и непонятно, то ли это заросло землей, то ли там закончили резать эти геологи так называемые, но мох на этих порезах, вообще мох там живет очень долго, и то есть если на этих порезах он прерывается, а есть места, где он прерывается, то тогда действительно это могли сделать люди недавно. Есть также фотографии, в том числе у меня, о том, что вот этих порезов участки с амхами остались нетронуты, то есть тут можно сделать вывод, что это как бы делали не геологи 50 или 60 лет назад. Ну, а так в принципе Демин считал его версии этих блоков, что это основания и что возможно вот эти вот пазы, которые считаются сделаны геологами, возможно там находились какие-то механизмы. Вот примерно так. Хорошо. Вопрос, где же все-таки эта дырочка-то, рядом с которой или на фоне которой он фотографировался? Где тот самый ход? Да, это было одной из главных задач Демина найти этот ход. К сожалению, явного хода такого не было найдено. Значит, если возвращаться еще к Барченко, то его геофизик, который был в экспедиции Барченко в 22-м году Кандиайни по фамилии. Вот. Он описывал как они нашли этот вход и в то время как они его нашли и попытались двинуться внутрь, они почувствовали по его описаниям нечеловеческий ужас, превозмогая его какое-то время они там немножко смогли пройти внутрь, но в итоге никуда углубиться им не удалось и пришлось отступить. То есть этот ход даже если он в действительности существовал и возможно сейчас он завален и существует, он их туда не опустил. Понятно, понятно. Идем дальше. Вопрос эфир от Тяны, вернее не вопрос, а реплика. Могу привести факты, это по поводу Сталина и шаманов, могу привести факты, нужно будет могу и фото из газет, потом закинуть. Тунгусские шаманы приезжали в 1914 году. А в 1916 году, когда Сталина с жандармом перевели сидеть еще севернее в станок курейка, там произошло событие еще более удивительное. К Сталину съехались великие шаманы от десятков народов. Ехали за тысячи километров, есть даже прямые указания на то, что некоторые ехали аж с побережья Северного Ледовитого океана. Вместе под названием Половинка эти шаманы, а их было около трехста человек, провели обряд второго тоя. После этого в тех народах, от которых прибыли эти шаманы, не родилось ни одного шамана. Сейчас в тех местах шаманы только русские. Одно это прекращение воспроизводства шаманов говорит о том, что эти 300 шаманов передали Сталину дары, которые обычно передаются по роду самому достойному из потомков. Вот такая интересная реплика. Возможно, да, Тиана, благодарю за дополнение. Я в этом ключе могу немного отдаляясь от тем и сказать, что есть информация о том, что еще более ранние ссылки, это вот, наверное, 12-й год, я сейчас точно затрудняюсь сказать, когда Сталин находился сначала в ссылке в Вологде, а позже был переведен севернее, где вот сейчас Сольвучегодск, вот поселок. Там, значит, он был не выездной, но вместе с купцом, с одним из купцов местных. Они ездили, Сталин этот купец, они закладывали карету и ездили в соседнюю деревню, где жил ведун, не ведун, волк, волк, скорее его можно назвать, белых, который в реальности был черных, или черных, который в реальности был белых. И вот по свидетельству этот человек, по свидетельству одной женщины, она умерла в конце прошлого века, это свидетельство записано, что когда она была маленькая, Сталин вот с этим белых, черных, еще кем-то, они ее попросили, ну, из избы, отправили гулять на улицу, а сами читали какую-то деревянную дощечку. то есть вот такая информация тоже есть, и в принципе она не из газет, а вот был живой человек, который донес вот этому, смотрите, сведения. В общем, просто так время не теряли, находили чем заняться в долгие вечера. Да, по всем вот этим сталинским он бежал со всех ссылок, и не бежал только с курейки, там в принципе косвенных доказательств очень много, ну, к сожалению, прямых нет, а что касается Кольского полуострова, в частности Севедозера, там информации вообще никакой нет. Но еще вот так вот, может быть, для пищи, для размышлений, недавно узнал, что год или полтора года Сталин проработал в астрономической обсерватории в Тбилиси. И даже есть фотографии, где в былые времена стоял памятник Сталину возле этой обсерватории. То есть явно, что если он год или полтора работал, где-то там, то определенные навыки у него понимания, что такое космос или свое мнение у него, естественно, было. Хотя не все памятники, стоящие рядом с обсерваториями или на площадях, говорят о том, что эта обсерватория или эта площадь принадлежала этому человеку или человек здесь работал или что-то делал. Но, с другой стороны, всего мы не знаем, вполне возможно, что так оно и было. Но информация прямая, что он там работал. То есть это даже вроде даже не секретно. Ну хорошо, значит, еще одна сторона Сталина раскрывается. Идем дальше. Вопрос эфира Тиана. Дмитрий, если еще организуете данные коммерческие походы, с великим удовольствием присоединюсь. Я понял, Тиана, коммерческие возможно будем, возможно не будем, но хотелось бы не коммерческие именно организовать. Я вот, кстати, немножко могу развернуть эту тему. Может быть, это будет интересно и другим людям. Здесь вопрос, значит, в чем? После того, как я первые разы там побывал, уже стало понятно, что ни в одиночку, ни вдвоем, в троем, в принципе, там что-то делать очень сложно. То есть вы представьте, условия довольно сурово, там по погоде часто меняются. Может несколько дней идти дождь, быть холодно. И неподготовленные люди, слабо подготовленные, как бы там уже ни до какой научной работы, ни до какой исследовательской работы. Даже в палатке сидеть и то сложно, да? И вот на меня в 2012 году вышел один представитель одной, скажем так, славянской группы в интернете, которая заинтересовалась этой историей. И вот мы решили туда вместе снарядить экспедицию. То есть попытаться на энтузиазме собрать людей и, может быть, каких-то специалистов и отправиться туда уже более основательно. Значит, вот если не возражаешь, Алексей, я вот размышления по поводу организации экспедиции... Размышляй, размышляй. Вот, значит, история там сложилась так, что у нас с этим представителем не получилось перейти к практике. Но теорию мы довольно плотно разобрали. после этого я поехал уже с коммерческой группой туда еще раз, еще раз. То есть опыт есть наработанный. Значит, вот все те, кто хотели бы туда поехать в качестве добровольцев, в качестве исследователей, таких людей, я думаю, достаточно много. Но при этом они, например, имеют мало опыта в таких вещах или совсем не имеют опыта. Значит, что нужно для этого сделать? Возможно, даже вот как Валерий Никитич Демин под патронажем журнала «Наука и религия» осуществлял свою деятельность так. Возможно, в какие-то времена вот мы под патронажем там народного славянского радио соберем туда экспедицию. То есть это было бы довольно интересно. Тем не менее, что необходимо? Перед любым выездом необходимо, во-первых, если мы собрали людей, необходимо встретиться с участниками до поездки. И, естественно, эти люди должны быть не абсолютными новичками. Либо, если это новичок, то он обладает какими-то уникальными знаниями, свойствами и так далее. Второе, значит, лучше всего для выезда большой группы это всего, лучше всего использовать середину июля, середину августа. Поскольку в этот период большая часть времени пойдет в дело, а не на борьбу с природными явлениями или не на какие-то грусти от природных явлений, сидеть и грустить в палатке. Значит, количество людей вот этой группы, оно должно быть минимальным. Почему? Во-первых, будет меньше разброда и шатания. Во-вторых, сократится вес общего снаряжения, продуктов, стоимость заброски людей, лагерного оборудования и так далее. Ну, четвертое, продукты и вообще все, что необходимо для этой экспедиции, это необходимо закупать в, так скажем, дома. В Заполярье все дорого и слабый ассортимент. Так, значит, следующее. Если эта группа снаряженная и мы имеем людей, новичков или середнячков, то проще всего забросить туда на лодке, потому что это даст возможность привезти на лодке туда основную массу оборудования, а группа может зайти, например, тремя разными отрядами с двух или с трех сторон, то есть для более полного обследования. Ну, и в остальном, значит, должен быть организатор экспедиции. Здесь понятно, что единое началие в таких походах это основа успешных действий. Ну, я уже не говорю про такие вещи, как употребление там алкоголя, еще каких-то веществ. То есть мы, в принципе, на Сидозере в данный момент можем видеть следующую картину. То есть если несколько лет назад туда приходили группы с гитарами, выпить, отдохнуть, погулять, то сейчас таких групп практически не осталось. Трудно сказать, почему. То ли люди уже понимают по себе, на своей шкуре испытали, делятся с другими в интернете, что не стоит туда баловаться, ходить. То ли люди просто уже даже на чужом опыте понимают. Но мы видим, что при росте, серьезном росте туристов в этот край, мы видим, что постепенно облик туриста улучшается. Хотя, конечно, и вырубка там происходит, и нарушение других правил заказника, но вот с пьяными я уже практически там не сталкивался в последнюю поездку. Значит, еще что касаемо экспедиции, все люди, которые туда входят, должны иметь свою роль, специальность. То есть, если этот поход ставит перед собой какие-то исследовательские цели, то необходимы знающие люди. Например, так, на вскидку можно сказать, что необходимы специалисты в отношении Крайнего Севера, в отношении иноидов, шаманов, саамов, то есть физики, геофизики, специалисты по сейдам, специалисты по тундре отдельно. То есть, желательно, чтобы эти специалисты археологии также, они имели опыт как бы работы, имели положительный опыт, скажем так. Биологи, гидрологи, психологи, медики, повара, все это как бы все это может войти в эту экспедицию. Ну и специализация должна отталкиваться от объема запланированных еще дома работ, которые необходимо там выполнить. То есть, мы определяем фронт работ до того, как мы туда поехали. Для этого есть, в принципе, все. Мой опыт, опыт других людей. А определяться на месте, это уже пародия на экспедицию. Ну и, как правило, человек без должности в такой группе это балласт. Что касается еще экспедиции, можно, вот как раз когда мы обсуждали эту экспедицию, там были наполеоновские планы, там горное, водолазное снаряжение, оружие даже предлагалось туда брать. То есть, все было серьезно, хотя с финансами были проблемы. Вот, но это все контрпродуктивно, по стоку, поскольку все приходится тащить на себе, это раз. Находиться в Заполярье не очень комфортно для человека, который не имеет опыта, это два. Ну и, в-третьих, конечно, чем более сплоченным и спаянным будет этот коллектив, тем выше окажутся, на мой взгляд, результаты. Ну и, наверное, я бы, возможно, такое субъективное, я бы поостерег собрать туда женщин, особенно молодых. То есть, как бы, вот этот вопрос тоже. И сейчас, если говорить все-таки о сроках, то в связи с тем, что уже большое количество, я вот напомню, возможно, до ста человек одновременно находились на озере. Оно, конечно, не маленькое, но спокойствие, тишина сейчас уже там становится в дефиците. Вот примерно вот если на будущий вопрос, вот так бы я видел вот эту поездку туда. Хорошо. Ты сейчас в двух словах все обозначил, но для того, чтобы уже организовать все более серьезно, нужен уже план не просто на словах, а некие расчеты, включаемые и временные и финансовые затраты. И, естественно, для чего туда ехать, с какой целью? Просто по бережку походить, камушки в воду побросать или что-то сделать более серьезное. Опять же, необходимо иметь контакты с теми людьми, которые на этом озере отвечают за порядок, например, с теми же егерями. Ну, в твоем фильме показывал ты, что с ними можно договориться, с охранниками озера, с егерями и так далее. То есть, здесь всесторонне нужно все рассматривать, прежде чем соваться в воду во всем смысле этого слова. Все верно, Алексей. Я вот еще дополню. Я знаком раньше это был Вдовин, Игорь Вдовин. Я знаком, он был начальником вообще этого заказника. Сейчас он перешел на повышение, то есть, мы поддерживаем контакты, несмотря на то, что у него такая строго научная точка зрения. Но все равно этот человек очень много знает. И, в принципе, в 15-м году, когда мы там были, уже была задача, стояла, это был коммерческий поход, и у меня задача стояла набрать как можно больше видеоматериала. Я взял специально аппаратуру определенную, мы снимали, там короткий фильм, вот в дополнительных материалах есть. В принципе, а так, Алексей, ты прям в точку, расчет, и все это. Вот после последней поездки мы как бы, была идея найти денег, и уже с коптерами, с этими геликоптерами, подводная съемка, то есть, хорошая аппаратура и поехать туда. Но, к сожалению, пока вот финансово это камень преткновения у нас там стоит. Понятно. Дальше идем по вопросам. Юрий Рус. Благодарю за ответы. Следующая реплика из Ютуба от дяди Степы. Напоминаю, что дяди Степы и тети Степаниды называются у нас те люди, которые не подписываются по-русски, которые просто пишут вопрос, но при этом не указывают, как к ним обращаться по-русски. Итак, от дяди Степы вопрос. Не надо чудиного, он надписи, ну и так далее, и тому подобное. То есть, здесь идет уже в сторону Валерия Алексеевича высказывание. Своё отношение я не буду здесь комментировать, но скажу, что мы в эфирах Народославского радио не обсуждаемых людей, тем более известных людей, которых в эфире нет. Дальше вопрос эфира от Олега из Иркутска. Скажи, Дмитрий, а замечал ли ты какие-нибудь знаки, сигналы от природы Кольского полуострова и других мест, где ты был, дающих предупреждение жителям Руси о каких-либо надвигающихся событиях, таких как войны, бедствия и других несчастных, несчастье подобным тем знакам, которые были перед началом вторжения Гитлера в 1941 году, наводнения, различные аномалии и так далее. Благодарю. Благодарю за вопрос, Олег. Ну, значит, я что могу на этот счет сказать? Вот я видел из природных явлений, если говорить, я видел вот эту вот радугу, причем я видел на озере радугу неоднократно и не обязательно она была после дождя. Ну, вот самое необычное, что на скидку могу просить до озера вспомнить из природных это радуга, ну, конечно, резкая смена климата, но что-то такого эпохального, масштабного, что можно сказать, вот как ты описывал это, что начало войны или каких-то катаклизмов я не припомню именно на сей дозере, но в принципе да и в других, наверное, поездках что-то такого масштабного, значимого вряд ли могу припомнить. Хотя все-таки вот что если говорить про Кавказ, про Эльбрус, то там довольно-таки интересно, вот мы в прошлом году у нас был подъем с юга, он коммерческий был, и конечно, там определенные тут уже трудно сказать, там определенные изменения состояния происходили, в том числе можно сказать, что можно их отнести к природным, высотным явлениям, ну пока этот вопрос, вот мы в этом году пойдем с севера, там более аномально, как бы с 1 по 11 июля вот у нас поднятие на Эльбрус с севера подъем, и вот там мы уже будем конкретно, уже у нас есть определенные точки, все вот эти места силы, информация, которых в открытом доступе, вот там мы уже будем проводить какие-то более плотные эксперименты. Скажи, пожалуйста, насколько комарики и мошки приветливые в тех местах к человеку? Да, хороший вопрос, очень животрепещущий, кроме комариков, да, там есть гнус, очень неприятно с ними сталкиваться в мае-июне и первую половину июля, вот, в остальном, вот когда вот это вот означенное время, это пик, то есть тогда там определенно надо брать с собой на комарник как можно больше средств от насекомых. Что касается августа или даже начала сентября, когда уже там глубокая осень начинается наносить дозери, то тогда с ними, конечно, попроще. Все равно репелленты взять стоит, но москитную сетку так кинуть на всякий случай. То есть спасаться только тем, что укрываться москитной сеткой и постоянно себя чем-то брызгать, и бумазы себя. Да, да, да. И желательно, если вы, конечно, не хотите там, даже люди просто плачут, плачут от этих комаров, невозможно ничего сделать. То есть станешь руками махать, если туда поедешь в мае, причем в мае там реально еще только все тает, они могут там чуть попозже появиться, может быть, конец мая, начало июня, но когда они там развиваются, вырастают, то это огромные полчища комаров, и там бесполезно что-то делать. Чем они там питаются-то? Людей маловато приезжают. Я так думаю, они там что-то растительное у них, потому что скорее всего в генах у них запись о крови есть, на людей они бросаются с таким ожесточением, что такое же ожесточение, я вот могу отметить, и когда я был на Чукотке, вот реально за пару минут открытой кисти руки, да, у меня я потом насчитал уже там 17 или 18 укусов, ну не пару минут, может чуть побольше, я так сгущаю краски, но в итоге, да, вся рука была искусана, и это было довольно-таки неприятно. Ты мне рассказал о зверушках, какие зверушки встречаются рядом с этой зверушкой, да, ну в основном значит, как сказать, эта зона была закрыта всегда, вернее не всегда, а после войны, в основном была закрыта, хотя редкие туристы туда все-таки попадали, вот, и я общался еще с одним интересным человеком, который переплывал это озеро на лодке в 80-х, не на лодке, а на плоту в 80-х годах, что интересно, вот эти 8 километров, с запада на восток, они построили плотно на западном берегу и отправились на восточный, и в итоге они несколько дней плыли эти 8 километров, потому что все это время стоял плотный восточный ветер, и в итоге они там продвигались очень-очень медленно. Упорные, упорные такие, да, в несколько дней. Никуда не торопились. Что касается зверей, на самом сей дозе я ни с какими зверями не сталкивался, только со следами их присутствия, но это в первую очередь конечно всякие мелкие грузуны, их там полно, вот, а если говорить о крупных, там есть и олени, лоси, медведи, но последнее время, вот можно сказать, уже с 2000-х годов они уходят в залов озера, дальше туда, где уже вообще реально людей практически не бывает, вот, поэтому в сей дозе, ну, вот последний раз мы видели дерево, ободранное медведем, то есть, и на следующий день нам один человек, там, постричавшийся, сказал, что да, вот он видел медведя, сразу ретировался, то есть, не успел его ни снять, ни сфотографировать, ну, а Саамы в начале 2000-х, там, на восточном склоне Горнинчур, там было даже, так скажем, небольшой саамский чум, то есть, они там осуществляли какую-то деятельность, это на основании того, что они там являются коренным народом, им разрешено осуществлять хозяйственную деятельность везде, то есть, и в заказниках, в том числе, и вот они там пасли оленей, поэтому сейчас вроде бы там уже такой хозяйственной деятельности нет, именно от местных, но оленя там тоже можно увидеть какое-то время, да. Когда сказал, что видели ободранное медведем дерево, на следующий день человек, я думаю, тоже ободранного медведем, или наоборот, медведя ободранного деревом, это было бы интересно, ну да, то есть, люди и зверей и там достали, вытесняют, потихоньку вытесняют, да. Люди достали зверей же повсюду, уже шарахаются звери, куда только можно, подальше от людей. Да, ну что же за звери эти люди такие, а? Ну ладно, из Ютуба Вячеслав написал все добрейшие, да, действительно, русский север полон загадок. Вот такая реплика. Ну что ж, все реплики мы зачитали, которые были и у нас в чате Народнославянского радио, и на канале Ютуба. И теперь можем немножечко еще поговорить про то, как вообще, вот ты говоришь, там можно купаться как-то, да, а какая вода, что там, ну все-таки север, что там, не прогретое, наверное, холодненькое. Да, вода там, так скажем, освежает, но мы один раз попали, прямо-таки буквально, у нас поездка тогда была коммерческая, она была рассчитана, если не ошибаюсь, на 8 дней, и все эти дни стояла вот, ну, скажем так, жара для тех мест, вообще, аномальная жара, плюс 18, плюс 20 градусов, вода, вот на южном берегу, где песочек довольно-таки быстро прогрелось, и в принципе, после как раз-таки каких-то подъемов по горам, каких-то переходов, было очень даже чудесно окунуться в эти воды, то есть люди там, в основном это местные, с Мурманска или поближе какие-то города, они туда приезжают, и раньше приезжали, ну, сейчас, возможно, даже меньше из-за туристов приезжают, но раньше там было так, что приезжают люди, и на месяц, в принципе, они разбивают лагерь с детьми, там семейные, как бы пары, как угодно, и вот они находились там довольно-таки долгое время, просто живя там, то есть они могли никуда там не уходить далеко или в Лавозерские горы не углубляться, но они находились на озере, постоянно у них там стоял лагерь, они там занимались какими-то своими делами, то есть вот так можно попасть. В других случаях, значит, стоит упомянуть, что в Чеврайском ущелье это между горами Чеврай-Латси и Нинчурт есть избушка, то есть в начале 80-х этот домик построили, если не ошибаюсь, архангелогородцы в память о двух своих одноклубниках, которые погибли там, ну, тоже считается, от холода, они спускались из Лавозерских тундр, и неожиданно налетел там то ли ледяной дождь, и они буквально замерзли там в считанные минуты, и не успели спуститься, они спускались с горы, не успели вот эти 400, там, или 200 даже метров пройти до более густого леса, где уже можно было от этого дождя как-то укрыться или еще что-то, найти какие-то камни, пещеры, вот, и вот в память об этом они в 80-х годах там возвели вот эту избушку, которая сейчас как бы сохранилась, там есть печь в ней, нары, там, вполне возможно, там, вот, люди, кто ходят зимой, они, в принципе, там останавливаются, есть свой даже журнал бортовой этой избушки, вот, и мы когда там были не в таких приятных условиях, то есть, если когда не было солнца, мы делали походную баню, вот, и как бы вот так вот там перебивались. Ты упомянул, что есть предположение, что там какая-то сейсмическая деятельность вулканическая продолжается, а что на это указывает, на твой взгляд? Ну, во-первых, это основа, основание этой гипотезы, это мнение академика Ферсмана, который, как бы, считается главным специалистом именно геологии, современной науки вот по Лавозерскому, Лавозерским туннерам. Вот. Ну, и второе, что это косвенно, то, что восточная часть озера, особенно ее, скажем так, заводи, они очень живописные, они совершенно безжизненные всегда. то есть, то есть, там есть, несколько рек впадают с запада, и некоторые из них, они абсолютно безжизненные, то есть, если там в другой части озера, в любой другой, в других реках можно закинуть удочку, там, постоять, поймать рыбу, то там вообще нету ничего, даже практически водорослей нету, то есть, если дерево в воду упало, оно там как-то еще может водоросить, ну, ничего больше нет. Ну, насколько это вулканическая деятельность вопрос, но одна из гипотез именно такая, что все-таки он до конца не потух, и вот какие-то процессы там идут, какие-то выбросы происходят, ну, и в том числе, даже, кажется, на видео заснял, что из-под земли какие-то пузырьки оттуда выходят. Трудно сказать, может быть, этот воздух как-то был туда занесен, камень, там попал, дерево опять-таки, эти пузырьки со временем выходят, либо это какая-то деятельность там действительно есть. Да может, там чуть белоглазая находится внизу, это все же на все шахты, через которые производится фильтрация или там отбор воздуха или наоборот выброс воздуха. Так что, кто его знает? Кто его знает, что же там под этим озером с двойным домом? Аквалангисты Демина, они находили проход, значит, подводную, подводную, как бы, штольню туда, в глубину, ну, по ней не смогли, она вся была, как бы сказать, в Илу, то есть, там была и видимость плохая, и трудно было туда, как бы, просочиться, они на какую-то, на куда глубину там, в эту штольню залезли, но дальше они не смогли там ничего сделать, то есть, опять-таки, это все только предположения. Хорошо, реплика эфира от Тианы. Я живу на Кавказе, в районе Кабардино-Балкарии, недавно тоже пыталась осилить восхождение на Либрус. Лично я не осилила, было жутко холодно, да и пик Калицкого сил много забрал, энергетика у него особая. Да, Тиана, да, у нас в прошлом году единственная, кто не зашла, это вот буквально 150 метров до вершины не зашла девочка, и тоже, ну, не тоже, а вернее, она просто переоценила свои силы. Подготовка должна быть, значит, надо сделать упор на подготовку, вот, ну, и я так понял, вы с севера заходите, попробуйте с юга, что касается, и просто. Значит, покупаем большой рюкзак, набрасываю его кучу камней, и с этим рюкзаком ходим, 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 готовимся, готовимся, готовимся. Потом, когда рюкзак сбрасываешь, так легко сразу становится и в город бегом. Да, да, да. Ну, что ж. Здесь только можно, как бы, критерием избрать не обязательно, там, кирпичи или, там, рюкзак, достаточно, чтобы понять, что ты готов идти на Эльбус, достаточно пробегать 10 километров в любом для вас, именно пробегать в любом для вас удобном темпе. То есть, если вы, там, грубо говоря, 20 кругов на стадионе, можете пробежать, то туда, ваши шансы довольно-таки высоки. А если еще с рюкзаком, с кирпичами, то тогда обязательно. Это уже в Гималайи можно сразу. Да, то можно прямо туда, на Джималунбу. Ну, что ж, все, все вопросы мы озвучили, все реплики сказали. Давай, наверное, подводить итоги сегодняшней встречи. Итак, мы, напоминаю, говорили про путешествие к озеру Шаманов. Дмитрий Назаренко, автор-сказитель у нас. И вот, надо в заключении как-то жирную черту подвести под всем сказанным. Какой вывод сделать из передачи сегодняшней? Ну, о том районе можно сказать так, что он представляет собой, ставит перед нами больше вопросов, представляет собой больше загадок, тайн, необъяснимого. поэтому я считаю, что пока еще там не построили какой-нибудь пансионат, дом отдыха или еще что-нибудь придумали, пока эту территорию не сделали вообще заповедником или пока ее не сделали опять по гран-зону или запретной зону, я призываю, кому эта тема интересна, кто хочет туда попасть, я призываю туда ехать самостоятельно, ехать, там довольно-таки много сейчас коммерческих туров, они и познавательные, интересные, я призываю вас туда ехать и вот если, предположим, когда-нибудь получится организовать туда экспедицию, то возможно и присоединиться к ней. Исследуйте, друзья, все открыто, все двери перед нами. Весь мир на распашку, было бы желание, да? Ну что ж, хорошо, хорошо, очень интересно, у нас получилась беседа, очень много чего-то познавательного нам рассказал и я благодарен тебе за то, что ты потратил времени, очень много для того, чтобы нам поведать обо всем этом интересном. Напоминаю, что сегодня у нас 15 марта 2017 года среда по одному из современных календарей, по одному из старинных, 14 день месяца пробуждения природы, 67525 лета. Мы говорили про путешествия к озеру Шаманов с Дмитрием Назаренко и от себя что добавить? В принципе, все Дмитрий уже сказал, как-то вот так добавлять уже просто, лишь бы что-то добавить не хочется, но все-таки если вы хотите что-либо познавать, иногда не бывает достаточным сидеть в теплом кресле или на мягком диване, закутавшись в плед с книжкой в руках или перед телевизором. Иногда нужно ножками куда-то пойти, глазками что-то увидеть, ручками что-то пощупать. И вот если все срастется, вполне возможно, что то, что было озвучено сегодня в эфире по поводу экспедиции, научной уже экспедиции, будет осуществлено. Будет ли это под эгидой Народного славянского радио или, может быть, еще структура славянская подключится, мы посмотрим. А сейчас я с вами прощаюсь, напоминая, что с вами был Алексей Орлов, Дмитрий Назаренко. Вы слушали Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. До свидания. Услышимся и увидимся. Всем добра. Быть добру. Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Субтитры создавал DimaTorzok